Михаил Лермонтов Народушна, что не понимает басни, если в конце ее не находят нравоучения, она не угадывает шутки, не чувствует иронии, она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места, что современная образованность изобрела орудия более острые, почти невидимые и тем не менее смертельные, которые, под одеждой лести, наносят неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной нежнейшей дружбы. Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как герой нашего времени. Другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых. Старая жалкая шутка. Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляются, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упреков покушения на оскорбление личности. Герой нашего времени, милостивый государь и мои. Точно портрет. Но ни одного человека — это портрет, составленный из пророков всего нашего поколения. В полном их развитии вы мне опять скажете, что человек не...